Внесение Ковчега Завета царем Давидным в оград Иерусалим стало причиной того, что Иисус Назарина обязан был быть распят, захоронен, воскреснуть и вознестись в ограде Иерусалима. Стало первой причиной того, что Мухаммад обязан был добраться во сне наяву, в видении на коне, как угодно, на Аль-Бураке, не наяву, обязан был добраться сюда и вознестись отсюда на седьмое небо. В Поднебесье у самого края, на пороге у ада и рая, на страницах священных писаний, ожелтевших под меры веков. Он стоит ослепительно в белом, видно, Бог написал его мелом, не скупясь на шелку одеяний лучезарных святынь и садов. Иерусалим поет, Иерусалим цветет, Иерусалим скорбит, веру свою хранит. Иерусалим, салам, Иерусалим, шалом, Иерусалим, Иерусалим, в сердце моем. Это месхак шах, висотски, веджоэнтон. Веджоэнтон. Акшера уже нет. Гам, гам, гам. Гам. Гам, нет. Акшера, у нас есть кто-то, кто хочет, что я... Гам. 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 В поднебесе, по самому краю, То иду, то бегу, то блуждаю, По страницам священных писаний, Средь морей и коварных песков, В переулках твоих растворяюсь, То молюсь, то тобой умиляюсь. Мой последний и первый учитель, Мой мучитель во веки веков. Иерусалим. Иерусалим. Салам. Надо другим. Отдам. Иерусалим. Шалам. Надо другим. Умрем. Иерусалим. Цветет. Иерусалим. Живет. Богом храним. Богом одним. Иерусалим. Попробуем забраться. Вот это достойный человек. Самый достойный. Вот посмотри, руки покажи. Покажи руки. Вот покажи. Это рука паразита. Вот. Уже долго ничего не делаешь его ею. А это рука человека. Видел? Вот так. Это где будет? В программе время? Не знаю где. Где получится. Но где-то в хорошем месте. Сейчас побежал. Прямо. 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 В. В. Вам нужнокдо основать. Эт. В ic Mmm張. В… В. В. Вlaughing. А по-русски как получается? Три нити? Веры? Да, да, да. Три нити. А, об этом ты говоришь? Конечно. Три нити, да. Откуда слово дат к тебе ворвалось в голову? То есть понять. Дат на еврейском религия. Слово дат. Религия. Три нити у меня сразу же было трое личия единства. Троица. Три нити, английская троица. Но это три нити. Три нити дат. Три нити трех религий. Три ветви одного ствола. А троек великое множество. Тройка и четверка имеют массу интересных символик у иудеев, у христиан, у мусульман. И любая комбинация тройки и четверки, это всегда цифра святая. Три, четыре, семь, двенадцать, тридцать, тридцать три, сорок, семьдесят. Я могу бесконечно и давать параллели в иудейской, христианской, мусульманской концепциях святости этих цифр. Самые знакомые. Святая Троица. Отец, сын, Дух Святой. Три праотца народа Израилева. Авраам, Исаак, Яков. Четыре евангелиста. Марк, Матфей, Лука и Иоанн. Четверо. Четыре праматери народа Израилева. Сара, Ляр, Века, Рахель. Семь. Шесть дней Господь создавал землю, в день седьмой почил. Семеричность циклов материи и духа. Воскресенье, пятница, суббота. Тридцать. Тридцать лет было Иосифу, когда он покинул египетскую тюрьму и стал министром финансов царства египетского. Тридцать лет было Давиду, когда он помазан был на царство. Тридцать лет было Иисусу Назарянину, когда он начал свою земную проповедь. Тридцать три земных года Иисуса Назарянина, его миссии. Тридцать три года правил царь Давид в ограде Иерусалиме. Сорок лет над Иудеей и Иерусалимом. Семь лет из Хеврона правил, семь лет снова. Тридцать три года в Иерусалиме. 40 дней Моисея на горе Синаи, 40 дней Иисуса на горе Каранталь, которая нам, кстати, отсюда будет видна. Карант 40, гора Искушения в пустыне Иудейской. 70 учеников у Иисуса было, кроме 12 избранных. Тот инструмент, который изъял идею единого Бога из этой маленькой части гор Иудейских, и раскидал ее по огромным далям этого мира, собрав к этим горам Иудейским массу людей. То есть все время можно идти по этим числам. Ландшафт, сцена тех событий, которые кидаются на каждого визитера этой земли, прост. И фон, кстати, звуковой сейчас, очень грамотен. Или колокола, или алауакбар намаз, или шофорот, ритуальные трубы. Три варианта, которыми человечество кричит одно. Ты там, мы здесь, и мы помним о том, что ты там, и мы здесь. И мы помним себе о том, что ты там, и мы здесь. Это та музыка, которая над этим городом долгие-долгие столетия висит. Алауакбар – одно утверждение. Аллах велик, Господь велик. Колокола – тот же момент. Шофорот, ритуальные трубы – тот же момент. То закулисье града Иерусалима, которое было генератором его духовности, подписчиком его духовности, пустыни иудейской, через которую из долины сатаны поднялся во святую землю ковчег, кивот. Ларец завета, тот флаг, той морали, которая в идеале воспитала каждого из всех тех… Живущих ныне в тех мирах, и в этом миру, и в тех мирах, из которых мы и зашли. Мораль, которая воспитала поколение, воспитала нас и воспитывает детей наших. Мораль десятизаповедь, как флаг, как вербальная, словесная форма того контракта. Нарушаемая сотнями, сотнями, сотнями человечества. Мораль в чем? Ничему не научила мораль? Не судить, сказали мы вначале. Это вопрос. Это вопрос. Это и суд некоторым образом. Да, да, да. Ты уже утвердил, научила или не научила. Ты сказал, не научила. Ты уже дал утверждение, уже суд. Мы стоим здесь, все символично, одну секунду. Вот мы стоим сейчас. Мы над перекрестком духовности мира всего. Вон, вошел Ковчег Завета, приземлился на тысячу лет. Здесь, на горе Мурия, толкнулся. Вон, прекрасно нам видна гора Мурия, не изменившая свою форму ни на йоту и сегодня. Те же самые метры квадратные, над которыми сегодня иные дома собраний, не храм иудейский. Но суть, нет более святого места, чем она. Нет более залитого кровью места, чем она. Шесть столетий простояла она в забросе, в руинах. Когда? Когда над градом Иерусалимом был доминант Христа, византийский доминант. А суть руины храма земного, храма, в котором тысячу лет с перерывами небольшими пролежали десять заповедей, были подтверждением пророчества данного Иисусом на зарененном с этой же горы, о том, что храм земной должен быть разрушен. И до седьмого века, до прихода ислама, семь столетий после изгнания иудеев из города Иерусалима, гора стояла в забросе. Стояла в забросе как иллюстрация земного разрушения. Кто вернул горе святость? Третий ветвь, вышедший из древа десяти заповедей. Ислам, привязав к ней, к этой горе, семнадцатую суру Курана, путешествие с Вознесением, и определив камнем, который, может быть, был подиумом, пьедесталом того храма, который построил последним, тот никем не любимый образ, имя которого Орду Сагадоль и Радвеликий, именно этот камень в традиции ислама становится камнем Вознесения Мухаммада на седьмое небо для получения третьего документа истины, абсолютно окончательно, Эль-Куран. Там, на вершинах, на седьмом небе, и на шестом, и не на двенадцатом, а на седьмом небе, он находит оригинал той книги, копию которой он дает человечеству, как третий вариант, как третий путь, как третью истину, ведущую к тому же невидимому Адуна и Лукиму, Алле, Господу, Богу, предвечному. Стоп, а момент, вот ты говоришь, третью истину, истина, она одна. Может быть, третье трактование тоже есть? Нет, нет, ни в коем случае не трактование здесь. А что здесь? Здесь это абсолютная истина. Абсолютная истина. Скажи мне, пожалуйста, ты знаешь значение слова апгрейд? Да, с человечеством и с идеей, естественно, можно толковать это по-разному, но, должно помнить, что истина, определявшая себя истиной на тот или иной период для того или иного количества, для того или иного отряда людского, чаще всего в той или иной мере приходила к отрицанию истины, которая ее породила. Это тоже должно помнить? То есть сегодня замерзший, застоявшийся, закрытый в стены не физически, в стены своей духовности и иудаизм, сегодня закрытый стенами своего христианства, сегодня закрытый стенами своего ислам. Но все они кричат одной, то, что кричат сейчас над этим городом, Аллаху Акбар, Аллах Велик, над святынями иудейскими, христианскими, мусульманскими, никоим образом их не обижая этой декларацией. Аллах Велик, Господь Велик, Вседержатель Велик, Предвечный Велик, все над нами, вон, и мы над Иерусалимом, нет более высокой точки над городом, чем та, на которой мы стоим в эту минуту, просто. Вот сейчас, брат мой, выйди, пожалуйста, поближе к городу, потому что сейчас вплетется в Аллаху Акбара и звон колоколов, 12 часов, сейчас будет звон колоколов, внутри. Год 1335, по Рождеству Христову, здание, Францисканский монастырь, нижний его ярус, верхний его ярус, два этажа этого здания, 700-летней давности, два образа, связывающие Иерусалим и Вифлеем, два города, связанные двумя образами, две части Библии, связанные двумя образами, Давид и Иисус. Гробница царя Давида, место святое сегодня для иудеев, для мусульман, для христиан. Тайная вечеря, горница Тайной вечери, прямо над нами. Абсолютно неактуален во всем нашем движении по городу Иерусалиму момент изыскания истины, здесь ли это было. Но столь долго и столь много люди идут к этому месту, столь долго и столь много люди идут к тому месту, которое над нами, что это превращается почти в невежливость, вопрос, здесь лежат мощи царя Давида или не здесь, здесь была Тайная вечеря или не здесь. Гробница, все сооружение, десятками веков отстоит от события, которому оно посвящено. Горница Тайной вечери тринадцатью веками в своей архитектуре отделена от событий, с которыми она соотносится. Но суть, которую я хочу провести здесь, это может быть более всего, что есть народ книги. Что есть народ книги? Три ветви, вышедшие из древа десяти заповедей. Три ветви, которые определяются сегодня не храмом, не алтарями, не куаним священниками, которые режут жертву на алтарях, которые определяются одним. Работой книги. То, что делают хорошие иудеи, то, что делают хорошие христиане, то, что делают хорошим мусульманам всю свою жизнь, толкование одного текста, с одного документа, который абсолютно полон ограничен и безграничен. В тех немногих страницах одного из трех документов, Турат Муше, Библия, Аль-Куран, все знания этого мира. То, что делают иудеи и иудеи сегодня, христианина христианина, мусульманин и мусульманин, это связь с тем, кто над нами, посредством одного из трех текстов. И дом, в котором мы находимся, может быть и синагогой, и церковью, и мечетью. То есть, в связи с того, что есть в нем. Но с церковью, синагогой и мечеть отличаются от языческого храма тем, что это не дома Бога. Бог он везде. Синагога, церковь и мечеть – дома, в которых собирается тот или иной отряд человеческий и ведет посредством того или иного трансмиттера общение с Господом. То есть, если бы в этом зале, во восточной стены была апсида и алтарь, он бы был церковью. Если бы в этом зале была ниша, направленная на юг, в сторону Мекки и Медины, дающая направление молитвы мусульманинам, михраб или кибла, этот бы зал определялся мечетью. Если бы в этом, но нет ни михраба, ни апсида с алтарем, что есть лишь как святости, который определяет зал, в котором мы находимся сегодня, синагога. Но это не делит этот зал менее святым, с тем, что он несет, для мусульман и для христиан. Тот, кто фигурирует уже в первом предложении первого Евангелия, открывающего Новый Завет, Евангелие от Матфея, родословие Иисуса Христа, сына Давидового, сына Авраама, потомка Давида, потомка Авраама. Давид есть начало святости этого града, потомок Давида, есть завершение его земной эпопеи. День, которого ждет град Иерусалим, это день, которого ждут иудеи, христиане и мусульмане. Йома-дин, Йома-дин, судный день. В этот день придет Машиев, Мессия, Масих, Христ, Христос, помазанник царь, и всем нам предстать перед ним, в одной руке держа добро, в другой руке держа недобро, которое совершили наш коротенький, очень приходящий отрезок времени в этом миру, и по делам нашим воздастся нам. Или в тот Иерусалим, который сменит, тот земной Иерусалим, о котором мы говорим, Иерусалим небесный, которого ждет человечество, или альтернативы рядом. Мы находимся на Сианской горе. Два ущелья облегают ту гору с двух сторон. Одно ущелье последнего суда, долина Йосафатова, одно Гейбененон, альтернатива тому небесному Иерусалиму, в который войдут 12 корон праведников, Мерасил. Градусалим. 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 Та горница, которая приводилась, может быть, вот самая известная фреска на свете, «Тайные вечери» Леонардо да Винчи, она определяет не быт Иудеи первого века по Рождеству Христову, она определяет быт Италии пятнадцатого века, то есть стол, стулья. И как выглядит та комната, которая изображена на фреску? Два столпа, два столпа, стол между ними, Иисус посреди, и по шесть апостолов справа и слева. А за ними три окна. Одно окно слева у нас. Одно окно с закрытым их рубом. Одно окно справа. И в эти окна видно склоны гор иудейских или на иудейскую пустыню. Если бы было возможно что-то видеть через эти окна, мы бы увидели эту картину. То есть горница, в которой мы стоим сейчас, ее описание добирается до Леонардо да Винчи, она становится сценой того ужина, о котором мы говорим. Последний ужин. Земной, Синакулом, Тайная вечеря. Когда же настал вечер или пасхальный сет? Возлёг с двенадцатью учениками, когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, «Каждый не ели Господи». Крас тот момент, который изображен на знаменитой фреске. Он же сказал в ответ, «Опустившись со мною руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын человеческий идет, как писан о Нем, на горе тому человеку, которому Сын человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. Присям и Иуда, предающий Его, сказал, «Не я ли Рави? Не я ли Учитель?» Иисус сказал в ответ, «Ты сказал». И когда они ели, может быть, вот самая важная часть, одна из двух мистерий, один из двух сакраментов, одна из двух таинств, которые принимаются всем миром христианским, всеми его течениями, и православием, и католицизмом, и протестантизмом, два сакрамента – крещение и эвхаристия. Эвхаристия – причащение или причастие. Один из этих сакраментов, одна из этих мистерий, одно из этих таинств декларировано здесь. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и раздавая ученикам, сказал, «Примите и едите сие из тела мое». И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие из кровь моя, кровь нового завета, за многих, изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что не буду пить от плода сего виноградного до нового вина в Царстве Отца Моего». И успевшие пошли на гору Елеонскую. Эпизод 1. Декларация эвхаристии и, может быть, сути Нового Завета. Кровь Иисуса, которая должна быть определением выполненной миссии Сына Божьего в его трехлетнем земном движении, которая должна снять с человечества в образе черепа Адама, а гора, на которой распятый Иисус Назарянин, название Голгофа, искаженная Аргульголит, Гевата Гольгота на арамейском, Аргульголит на иврите гора черепа. Череп Адама – все человек, первый человек, кровью Иисуса стекает по кресту, падает в трещину под крестом, падает на черепа Адама. Символ снятого с человечества одной глобальной великой жертвой, добровольной жертвой и суть выполнения миссии до конца, продолжения этой же главы «Ночь в Гефсимане. Господи, пронеси чашу сегодня у меня, но не как я хочу, а как ты». Драма, в которой каждый игрок имеет свою роль и только Господь знает, кто несет более драматичную роль. Все есть инструменты, которые должны довести Иисуса Назарянина до той земной точки, которой Он снимет человечество своим страданием, своей кровью в первородный грех. Эпизод первый. Эпизод второй. И если первый эпизод «Тайная вечеря» и с начала того трехдневья, которое превратило город Иерусалим в средоточие святости для миллионов и миллионов христиан этого большого мира, то эпизод второй, связанный с той же корнице, с той же комнатой, он лучше всего иллюстрирует то, о чем мы говорим все время, модель трехгор. Здесь, в этой горнице, семь раз по семь дней спустя, после ночи «Тайной вечери», после ночи последнего земного ужина Христова с учениками, на котором была декорированная фалифхаристия, происходит еще одно событие. Уже распят, уже захоронен, уже воскресает, уже возносится 40 дней спустя с горы Ильонской, 10 дней спустя великий иудейский праздник Града Иерусалима, Седмиц Шавуот или Пентакост Пятидесятницы в традиции христианской. Картина вторая. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, ученики Христов в той же горбице. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Сон двенадцати простолюдин, фалахов, крестьян, рыбарей, двенадцать избранных, вдруг обретают великую-великую возможность говорить на всех языках тогдашнего мира. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, всякого народа под ним. И когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречия. И все изумлялись и дивились, говоря меж собою, не все ли говорящие сии говорящие, не все ли галилеяне? Откуда им, галилеянам, простолюдинам, знают все эти языки? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и Медяне, ламитые жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Аси, Фриги и Памфилии, Египта и частей Ливии, приезжащих к Киринеи, и пришедшие из Рима, иудеи и празелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих в великих делах Божьих. Весь народ Израилев собран здесь, все общины собраны здесь, и вдруг эти двенадцать обретают возможность говорить на всех языках когдашнего мира. И изумляли все, говорили друг другу, что же это значит, а иные над смехались, говорили, и напили сладкого вина, выпили, болтают не ли что. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил ему, мужи иудейские, все живущие в эти дни в Иерусалиме, сие да будет вам известно и внимайте слова моим. Они не пьяны, как вы думаете, говорит, перед эти час дня, но это есть предреченное пророком Йоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от Духа моего, и будут пророчествовать. И вот с этого момента начинается та очень важная эпопея перехода Иерусалима по фазе святости. От святости маленького народа в маленькой части Восточного Средневоморья к центру всех великих святых направленностей для миллионов и миллионов и миллионов не Адама сынов Адама. Кат. Стена плача. Термин, которого нет на иврите, нет в иудаизме. На иврите определение стены, на которую мы сейчас смотрим просто хакотель стена, или западная стена. Западная стена, то есть смотрящая на запад того четырехугольника, который становится средоточием святости и домом десяти заповедей на тысячу лет. Стена плача на и ближайшее место к тому месту, которое абсолютно свято, где стоял храм, где стояла святая святых. Несущая исторические коннотации, несущая прямую связь с теми сооружениями, которые были на храмовой горе, то есть суть прямо перед той стеной, которая является одной из четырех стен, обносящей храмовую территорию, и у которой, будучи синагогой, есть свой шкаф святости, тот небольшой туннельчик, уходящий налево от мужской части. Это огромный-огромный коридор, закрытый стеллажами с книгами. То есть те книги, которые изымаются оттуда во время праздников, во время суббот. Книги. Книга. Турат Муше. Закон Моисеев. Нет религиозной структуры. Начнем с этого. Книга. 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 пока они несут то, что они несут. Любая работа археологов в ограде Иерусалима является прежде всего функцией тех или иных политических изменений. В катаклизм 1967 год появляется возможность копать. И вот здесь начинается более чем 30-летняя нескончаемая экспедиция, создавшая тот Иерусалим, который мой хороший учитель и друг, я могу сказать, мэр Бендов определил Иерусалимом от Соломона до Сулеймана. Еще менее частым явлением является подтверждение археологической находки той или иной, я думаю, того или иного написанного источника, аналог. В данном случае у нас есть такое подтверждение. Мы стоим сейчас на ступенях, которые определяли суть слова «паломник». Если бы я писал толковые слова сейчас, как бы я определил слово «паломник». «Паломник, странник, идущий на поклон ко святыням». Два тысячелетия назад все те, кто с шатровыми городами был раскидан на два месяца или на семь недель того межпраздничья от Пасхи до Седмиц или от Пасхи до Пятидесятницы поднимался на храмовую гору, свершив умовение по тем ступеням, на которых мы с вами стоим сейчас. Ступени пророчицы Хульды. В описании Флавием, Иосифом Флавием, храмовой горы, храма и града Иерусалима Фигурд рассказал ступени, где каждая последующая не идентична предыдущей, ни по высоте, ни по ширине. Ступени превращали любого поднимающегося на храмовую гору в поклонника. Сегодня иудеи в стены плача, христианину вместо распятия Христова, мусульмане на храмовой горе, каким образом правят культ невидимого Адоная Лукина? Поклоном. Что делает иудей во время молитвы? Делает поклон. Что делает христианин вместо распятия Христова? Падает ниц. Что делает мусульманин во время молитвы? Падает ниц. Поклон начинался на подъеме на храмовую гору со ступеней пророчицы Хульды. Невозможно пройти по ним, не опустив голову. Вуаля! Тысячелетиями омываемы камни, на которых мы стоим, водами небесными. Тысячелетиями моет Господь всю ту манипуляцию Его именем, иллюстрацией которой является тот уголок абсолютной святости, на котором мы стоим. Здесь тысячелет находился Ковчег Завета. Здесь тысячелет с небольшими перерывами стоял храм, дом Господень. Здесь он был разрушен. Здесь эти камни были залиты кровью. Здесь эти камни заливались кровью каждого, кто, заливая их сначала кровью, потом на них падал, декларируя свое хозяйство. Приходил следующий, и он делал то же самое. Истина, начиная с царя Давида, шла в этот маленький кусочек гор Еудейских, к великому, к сожалению, роду людского, на конце меча. Все знают, не убей, все убивают. Если все убивают, значит, нужно оправдать убийство. Именем кого? Его же. И Храмовая гора, то место, на котором мы стоим сейчас, есть идеальная иллюстрация истории земной Иерусалима, как перевернутого зеркала, его же небесного символа, его же главной символики, то есть того новоявленного сада Эдемского, из которого по иудаизму, по христианству, по исламу род людской был изгнан для того, чтобы вернуться туда в своей очищенной форме праведников мира сего. Храмовая гора. Камни, сцены положены все тем же, все тем же, никем не любимым, Иродом Великим. Очень недолго стоял тот храм, который строит Ирод Великий. Всего-навсего 80-90 лет с момента начала его строительства. Год 70-й, фрагмент первый, наполненный кровью. Так же, как сейчас вода заливает эти плиты, так кровь залила эти плиты в день 9-го Ава, 9-го числа месяца Ава, Пиш-Аба-Ав, года 70-го нашей эры, или по Рождеству Христову. 37 лет назад, по хронологии библейской, завершает свой жизненный путь, свой земной путь, свою земную миссию Иисус Назаринен. 37 лет спустя подавлено Великое Галилейское восстание, год 70-й, римские легионы входят в город, и начинается страшнейшая резня. 37 лет спустя, после распятия, смерти, захоронения и воскресения Христова, храм разрушен. Нет храма. Изгнан народ Израиля. Начинается и движение общин еврейских по большому миру, несущих ту же идею единого Бога, и движение той маленькой общины, тех миним, тех первых еудео-христиан, которые лишились своего центрального культового места правления, культа невидимого Адуна и Аллахима, невидимого предвечного, и начали свой путь по большому миру, неся идею Десяти Заповедей. Шесть столетий спустя, в жарких пустынях Аравийского полуострова, зарождается третья ветвь, вышедшая из Древа Десяти Заповедей. Появляется третий, с точки зрения мира ислама последний, Эль-Хатам-эль-Набиин, Хатам-эн-Эвиин, The Seal of Prophets, печать пророков, Магомед Мухаммад. Год 638. Город под колпаком Византийской империи, крест Византийской империи над городом Ярусалимом. Храмовая гора, руины, которые с точки зрения христианской традиции подтверждают пророчество, данное Иисусом Назарянином со склона в горы Елеонской, над которым, или место, над которым сегодня небольшая церквушка, Доминус Флевит, брат мой, если можно развернуть камеру на Доминус Флевит и показать ее небольшая церквушка с серым куполом. Под ней гротто, где по традиции христианской проводит некоторое количество часов Иисус Назарянин, и там же предрекает будущее разрушение земного храма. Увели Назаря, Увели Назаря. Шесть столетий спустя, после изгнания сынов Израилевых из града Ярусалима в город входят первые колонны кочевников, которых ведет с юга из жарких пустынь Аравии под зеленым флагом ислама Амар ибн Аль-Хаттаб. Год 638-й. Город без боя переходит под контроль мира ислама. Полумесяц ислама 638-го года по сей день с перерывом в менее чем 100 лет латинское иерусалимское королевство крестоносцев определяет эту гору для себя идентичным по святости местам Мекки и Медини. Здесь огромная часть рода людского которая сегодня определяет себя миром ислама получает тот документ который становится третьим документом истины Эль-Куран. Отсюда происходит вознесение Мухаммада как завершение той ночи которая фигурирует 17-й сурой Курана Эль-Исра и Эль-Маарадж путешествие с вознесением. С 638 года проходит очень немногое количество лет рассказ о том как эта гора была определена той горой с которой происходит вознесение следующий по традиции ислама путешествие с вознесением Мухаммада по 17-й суре Курана доходит до самой удаленной до самой дальней от Мекки и Медины точки до которой дошел Мухаммад Магомед в его земной эпопее в видении во сне Эл-Акца Каце Край здесь его встречает ангел Джибраил Джибриль Гавриил Габриэль и ввиду всех пророков ветхозаветных и Иссы Иисуса Новозаветного Он возносится на седьмое небо чтобы увидеть оригинал той книги копию которой он спускает на землю она становится третьим документом абсолютной окончательной истины для миллионов и миллионов Эль-Куран придя в Уград Иерусалим Амар Ибн Аль-Хаттаб по традиции ислама находит гору в руинах он показывает пример наклонившись спросив где было святое место для иудеев говорят здесь наклонившись набирают джелабию прах или камни грязь храмовой горы и он же тот фактор который приводит к этой горе 17-ю суру Курана сменившие его амаяцкие султаны Абдельмалик и Абдельмалик Аль-Валид отстраивают первые сооружения на храмовой горе одно из них перед нами очень неверное определение его мечеть Амара верное определение его Эль-Куба Тасахра или мечеть скалы мечеть скалы тот камень который в традиции иудейской определяется камнем мироздания The Stone of Foundation Эвенташтит или Штия тот камень в котором в традиции или скажем в выкладках археологических видится может быть частью подиума или пьедестала того огромного сооружения которое отстраивает Ирод Великий определяя им центральное культовое место правления невидимого Адуная Лукима до 70-го года храм Иерусалимский до 70-го года по Рождеству Христову камень с которого Мухаммад возносится на седьмое небо покрывается куполом определение которого мечеть скалы или Куба Тасахра Сын Абдельмалика Амаяцкого султана Абдельмалика 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 Аль-Валид несколькими десятилетиями спустя строит второй купол над храмовой горой мечети Лакция Вся территория храмовой горы весь тот четырехугольник который оставляет этому граду все тот же никем не любимый Ирод Великий обретает новую суть святости Эль-Харам Ис-Шариф закрытая территория Господа Место святое не только для палестинцев и в силу этого очень-очень-очень деликатное в ограде Иерусалима а святое для каждого кто определяется в этом миру мусульманин А если мы делаем скачок на два тысячелетия назад то над храмовой горой там где сегодня виден минарет над мужской религиозной школой Эл-О-Мария стоит огромная четырехбашенная цитадель Антониева башня и от нее начинает свой последний путь крестный путь путь с крестом с орудием казни в Багрянице тот образ который является флагом перехода Иерусалима от святости маленького народа в маленькой части восточного Средиземноморья к святости абсолютной для миллионов и миллионов предсовителей рода людского Иисус Назорения последний путь креста начинается от Антониевой башни от приториума приториум Антониева башня цитадель отстроенная Иродом Великим и посвященная его бенефактору другу патрону Марку Антониу которая контролировала своими башнями и своими стенами территорию храмовой горы и нет нового под солнцем 2000 лет назад Римская империя была хозяйкой этого региона до 70-го года то есть еще 37 лет спустя после смерти распятия смерти захоронения воскресения Христова народ Израилев из разных уголков этого мира продолжает свое движение в оград Иерусалим к этим же камням к тем алтарям которые стояли перед храмом на которых резали жертвы покаяния благодарственные на все большие праздники 2000 лет назад сотни тысяч иудейских поклонников наполняли эту гору в идеале неся свое покаяние которое выражалось жертвами которые резались на алтарях а над всем этим был колпак римской администрации сегодня израильская администрация Машмара Гвуль пограничные части полицейские части функционируют как те легионеры которые 2000 лет назад охлаждали пыл боевой буйных голов среди тех поклонников сотен тысяч поклонников которые 2000 лет назад закрывали территорию храмовой горы сегодня вся она большие мусульманские праздники закрыто мусульманами которые в идеале приносят тоже покаяние они в идеале продолжают быть манипулируемы все тем же именем именем Господа и нет более опасных дней для израильской администрации здесь чем большие мусульманские праздники нет более не было более опасных дней для римской администрации чем праздники иудейские нет нового под солнцем Иерусалим это город тех же ролей которые исполняют разные образы то есть меняются только исполнители роли остаются ката входя в пустыню акт первый трепетного отношения к этому храму чистоты это снятие с головы этих западных определителей таких как шляпы явно неуместных в этом регионе одну секунду я верну и облагораживание лика самым семитским вариантом головного убора который был на головах всех тех о ком мы говорим платок ставший ритуальным головным убором у иудеев и у мусульман во время молитвы хороший иудей одевают на голову талас талит на голове хорошего мусульманина кофея а суть одна плат как самый аутентичный головной убор человека пустыни на ветру не улетает на жаре отгоняет мух есть масса вариантов повязывания кофея и облагораживается любая физиономия вот даже моя превращается во что-то очень симпатичное вуаля да я просто я был в Синайе я уехал я уехал я уехал я уехал мы в муле мы будем выигрывать мы 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 уехали мы уехали мы с Синайем теперь мы мы уехали в Синайе и в Ему в Ему Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 запада они были явлением очень временным сейчас 56 год обновлена здесь это суть завета евреи и арабы те кто те и те и те сыновья авраама и они снова в земле ханаинска то есть может быть сейчас пишется еще какая-то глава великой книге только как будущее день шестой клонится к концу к твоему завершению день седьмой входит в эти горы не делай вонный день никакого дела ни сын ни твой ни дочь твоя ни раб твоя ни рабы ни твоя ни пришелец которые живущих твоих ибо в шесть дней создал господь небо и земли все что в них а в день седьмой почил посему благословил господь день субботний осветил его вот и нет более грамотного волка в иерусалиме сказать шаббат шалам суббота вот здесь он ощущается очень сильно суббота для иудея это царица женщина которую он ждет еженедельно есть как в ожидании царицы есть часы радости преддверия вот-вот придет есть ликование она пришла на твои гости есть грусть она вот-вот уйдет есть почти траур она уходит но надежда что она вот-вот вернется снова нет большего праздника а суббота шаббат суть остановка семеричность того же цикла христианстве в исламе воскресенье пятница шесть дней раздания шесть дней твоей работы твоей креативной творческой деятельности один день возьми этот рюкзак поставила в сторонку отдохни от него видно сколько ты явление приходящие этом миру достаточно недолгий его посетитель то есть суббота воскресенье пятница призваны внутри человека в понимании одного его состояние гостя очень непродолжительного по по времени его визита в этот земной мир а иерусалим для иудея для христина для мусульмана на этот день праздника любой визит иудея христианина или мусульмана в иерусалим это или суббота или воскресенье или пятница каким бы днем недели он ни был иерусалим это монумент вот этой остановки перерыву ничейная земля территория над которой нет монополии того иного или третьего но есть одно монополия колпак того кто над нами и весь город определяет более всего или скажем те те темы которые поднимаются в городе иерусалиме в субботу воскресенье в пятницу в понедельник в среду в любой из них когда человек бродит по нему гостям это темы которые почти не затрагиваемые в процессе так сказать его рутины жизни его 6 дней а может быть и всей жизни мы сейчас приближаемся потихонечку самой большой синагоги в уграде иерусалима стена плача идем через еврейский квартал расстояние тут всего на всего вот мы идем по тишине почти абсолютный расстояние порядка 15-20 метров от мусульманского квартала который в абсолютной активности находится в эту минуту здесь тишина и сейчас кстати начались те часы которые определяют часами грусти в преддверии исхода субботы сегодня суббота стала для большей части израильтян тюрьмой то есть нет общественного транспорта то не заделать это закрыто это закрыто но суть субботы как остановка отдых свобода свобода и суть этой остановки переходит в христианское воскресенье мусульманскую пятницу иерусалим как я уже сказал это город котором всегда или субботы или воскресенье или пятница я еще еще раз говорю что самая важная самая большая привилегия туриста в уграде иерусалиме поклонника паломника туриста это быть гостем великая возможность некоторое время не быть с фактором активным побыть немножко фактором на своей остановке на своем перерыве вот этой большой долгой тяжкой жизни поэтому иерусалим это город вечной субботы вечного воскресенья и вечной пятницы любого кто у него заходит иудея христианина и мусульман и дай бог чтобы было так а идем и по улице название которой улица шане аллахот то есть которая как раз определяет даже в одной традиции иудейской традиции массу и массу различных течений тот диапазон мира иудейского то и одной то одной из трех ветвей вышедших из древа десяти заповедей которая как и две остальные имеет два полюса например полюс иудаизма это святость книги святость земли вот между ними весь сегодня религиозный мир от тотального неприятия идеи святости земли к ее принятию в той или иной форме или полноте вот такие дела а суббота в десяти заповедях это единственный единственное предложение в котором фигурирует слово святость не гора не земля и посему благословил господь день субботний и осветил его не гору синай не град иерусалим не гору мурия не святую землю одно время самое непонятное во всей этой штуке которая называется жизнь один день можете показаться годами годы могут пролететь как один день знает каждый время освещено 6 дней той материи в которой ты изглана с сада эдемского один день духу один день увидеть себя увидеть свои усилия хорошо суббота это хорошо воскресенье это хорошо пятница остановка это хорошо иерусалим это хорошо и очень спокойно несмотря на что с одной стороны лозунг противостояния с другой стороны абсолютная ничейная земля не центральная земля десятки границ внутри и ни одной границы видимое противостояние километр на километр более сорока тысяч более 40 этнических групп и все живут на расстоянии не то что брошенного камня один другого сказанного слова причем шепотом почти один другом могут живя на расстоянии этого слова шепотом и сказать шалом салам здравствуй мир тебе 30-40 лет проживание бок о бок это же русло вот звуки как раз вот они звуки субботы звуки последних часов субботы грустно но мы будем петь потому что через шесть дней снова придет суббота мы поем стих вот пожалуйста границы пред нами сейчас прямо вот я прохожу шесть шагов это последние шесть шагов это линии которая отделяет еврейский квартал от мусульманского квартала и огромное количество решеток на всех окнах и тут и тут и с этой и с этой стороны достаточно суровый забор который отделяет эти две части это маленькая территория одна от другой и наша большая привилегия визитеров град Иерусалима заглядывать с поклоном в этот дом ассаламу алейкум ассаламу алейкум я не хочу еще раз давать рассказ о храме гроба господня окей каковых рассказов много масса кассет вы знаете что такое Голгоф и что такое гроб живота я говорю об одном что та модель трех гора о которой мы говорим модель горы Синай горы Мурья Голгофа которая нашла свое выражение в городе Иерусалиме эта модель завершена на той горе которая является средоточием покаяния всего мира христианского Голгофа два полюса святости есть под куполами храма гроба господня один из них место покаяния и плача место распятия и смерти один из них место захоронения и воскресения Христова а здесь я хотел создать просто некую такую с одной стороны картинку физии того что было здесь 2000 лет назад с другой стороны довести до конца ту модель о которой мы говорим уже неделю гора Синай Синайское откровение гора Мурья храмовая гора дом гора Голгофа трамплин с которого идея единого бога отталкивается от маленькой римской провинции Иудея и начинает свой долгий долгий путь по большим языческим мирам и собирает за очень-очень недолгое время всего на всего вон восемнадцать девятнадцать столетий в городу Иерусалиму две трети человечества но мне кажется что вот эти картины монахинь и поклонниц которые так спешили соединили его храм они очень сильны Видел там в антарктиде на шестом континенте возвели первую православную церковь сегодня в москве в москве в москве в москве в москве todos и все Продолжение следует...